По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами, разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов. Самый обычный и употребительный – это старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица и загадочно жгучий взор, провожание и понимание друг друга без слов, просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая конетель. Барыня терпит около себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж – через бей не зевай. Барыня фатально падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26-35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров. Способ кузенов. Тут измена бывает непреднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно, сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудесной лунной ночи. Способ по теории нищебратья. Просите, да и воздастся. Не справляясь, нравитесь вы ей или нет, вы с первого же обцуга начинаете приставать к ней как банный лист, как репейник. Вы не отходите от нее ни на шаг, и в этом отношении соперничаете с ее тенью. Она от вас, а вы за ней. Комплименты, любезности и объяснения в любви – это ваша речь. Вы умоляете, клянетесь и обещаете застрелиться. Вам смеются в лицо, вас отталкивают и презирают, пугают гневом мужа, но тем не менее вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени и прижимаетесь к ее руке. Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять. Как исты нищий, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином и заглядывать умоляюще в глаза. Вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас. В театре, на скачках, в собрании. Подайте милостыньку, умоляют ее ваши глаза и так далее. Проходит полгода, год и скала трогается. В конце концов, к вам или привыкают, или же подают вам милостыню для того только, чтобы отвязаться. Главное, нужно помнить, что капля долбит камень не силою, но частым падением. Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, ни жалей, ни смелости, ни нахалиства. Тут действуете вы на удачу, на пролом. И если не вылетите из окна третьего этажа, или не сломаете шею, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов. Способ а-ля граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из сотни случаев не удаются только пять, да и то по независимым от редакции обстоятельствам. Способ тонкий, самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше, почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете у нее бывать, встречаетесь, возможно, реже и мельком. Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна вас чувствовать, как кролик чувствует взгляд удала. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка. Причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж. Вот вы и встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре. А как поживает ваша супруга? – спрашиваете вы его, как бы, между прочим. Милейшая женщина. Она мне ужасно нравится. То есть черт знает, как нравится. – Хм, чем же это она вам так понравилась? – спрашивает довольный супруг. – И вы еще спрашиваете? – Прелестнейшее поэтическое создание. Впрочем, вы мужья прозаики и поэзии не понимаете. Это идеальная женщина. Я радуюсь за вас. Таких-то именно в наше время и нужно. Именно таких женщин. Красавица полная жизни и правды. Искренняя и в то же время загадочная. Такие женщины, если полюбят, то уж сильно, всем пылом. Супруг в тот же день ложась. Спать не утерпит, чтобы не сказать жене. Видал я Петра Ивановича. Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадка. И будто любить-то ты способна как-то особенно. Стрекора бы мне наговорил. Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом. Кстати, милый мой, говорите вы ему. «Заезжал ко мне вчера один художник. Получил он от какого-то князя заказ написать за две тысячи рублей головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да вот постеснялся. А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка. Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает, откуда он взял, что у меня чисто русское лицо. После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем, нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой, и начинает всматриваться в лицо жены. Чего ты вглядываешься, спрашивает она. Да вот тот чудак, Петр Иванович, нашел, как будто бы у тебя один глаз темней другого, а я этого не нахожу, хоть убей. Жена опять кидается к зеркалу. Видал в театре Петра Ивановича, говорит муж после восьмой или девятой встречи, просит извинения. Говорит, не может заехать. Некогда. Чудак. Пристал ко мне, как с ножом, к горлу. Отчего, говорит, ваша жена не поступает на сцену. С этакой, говорит, наружностью, да с таким развитием и умением чувствовать. Грешно жить дома. Вот же далась-то ему. Не будь, говорит, я занят, я бы ее у вас отбил. Да что ж, говорю, отбивайте. Вы, говорит, не понимаете вашу жену. Ее нужно понять. Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода. А? Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другой обзапел. И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи с вами. Потому что вы единственный человек, который ее понимает. И только вам может она рассказать многое. Очень многое. Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительный и сладкий яд уже ее отравил. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас и видит блеск ваших глаз. Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит. Встретил я сейчас Петра Ивановича. Скучный такой, жалуется, что одолела тоска. С тоски, говорит, и домой не хожу. Всю ночь по бульвару гуляю. Чудак он. Жена вся в жару. Ей страстно хотелось бы пойти погулять на бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так ее понять и который теперь почему-то находится в тоске. Кто знает, поговори она теперь с ним. Скажи ему два слова утешения. Быть может, он перестал бы страдать. Но это дико и невозможно, думает она. Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дома? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что бегала в аптеку к зубному врачу. Пойду, решает она. План у нее уже готов. До бульвара на извозчике, а на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она одевается, тихо выходит из дома и спешит к бульвару. На бульваре темно и пустынно, но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он. Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам, а вы идете к ней. Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания, и кролик беззаветно падает в пасть удала. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова